Александр Поветкин Александр Поветкин Александр Поветкин И арена замирает от напряжения, но ненадолго. Это нокаут. Я просто настраивался на бой. Никаких мыслей только шел на ринг, чтобы победить. Я хочу обратиться ко всем зрителям. Отдавайте детей спорт. Пусть будут сильные, справедливые, честные. Потому что спорт и хороший тренер этому воспитывает. Наставнику Александра Тедди Атлсу эти слова наверняка бы понравились. У них и на тренировках, и на ринге. Все было по плану. А план был обезоружить джеб Босфилла. Потому что Босфилл от него зависит и контролирует дистанцию. Нужно было оставаться снаружи, чтобы быть эффективным. Убираешь его джеб, убираешь его надежду. После встречи с Поветкиным в синем углу ринга Седрика Босфилла долго приводили в чувство. Он пришел и недавнего соперника похвалили. Он выглядел хорошо. Он был силен. Он все сделал как надо. И победил. Но если тренер и противник русского витяза все про джеб и технические детали, то друзья просто про красивый бокс другими эпитетами. Красота. Это красивый бокс. У Босфилла немножко раньше закончился бензин. А закончился он потому, что в него часто попадали. Но на ринге шоу не закончилось. Во время заключительной пресс-конференции Александру опять бросили вызов. Теперь чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Немецкий боксер Марко Хук предложил Поветкину сразиться еще и с ним. Русский витязь пошутил с удовольствием. С немцем у россиян старые счеты. Он боксировал когда-то с Денисом Лебедевым. Денис его не добил немножко. Я добью тогда. Помимо Хука еще один возможный бой ближайших месяцев с суперчемпионом всемирной боксерской организации Владимиром Кличко. Встреча может состояться уже этой зимой. Екатерина Зорина, Владимир Илманов, Вести, Хельсинки, Финляндия.